Всем доброго времени суток! Сегодняшнее видео будет о двух, скажем так, очень полезных вещах. Главное видео будет, конечно, о том, как починить стадионные лампочки без применения паяльников, паяльных станций. То есть, ничего паять не надо, просто ремонтируем и пользуемся годами лампочки бесконечно, скажем так. Не бесконечно, но очень долго. Это как получится. А с помощью чего это будет делаться? Вот с помощью вот таких вот, шпирические такие, в них токопроводящая клей-паста. Она проводит ток, то есть мы наносим, она высыхает, по ней идет ток, проходит ток. Это будем применять мы вместо паяльников. Ну, чтобы посмотреть, как легко и просто можно делать, ремонтировать эти лампочки такие стадиодные, немножко об этой пасте сейчас поговорим. Стоимость, ну, небольшая, в районе доллара, там у одних продавцов чуть дороже, ну, чуть дороже, чуть дешевле, в районе 50-70 рублей стоит такая паста. В ней 0,2 миллилитра, но приходит чуть меньше обычно. Видать, при транспортировке утряска происходит, спишем на это, скажем так. Ладно, спишем. Есть недостаточка один, ну, как недостаток? Заглушка здесь, иголка стоит, капиллярочка такая. Через нее даже не пытайтесь выдавливать, ну, чтобы работать. Через нее не пойдет, слишком тонкая. Паста слишком густая, через капиллярочку родной в комплекте не идет. То есть не давите, не забивайте эту иголку, то есть не теряйте лишний клей-пасту. Через большую иголку, ну, которая побольше размером, побольше диаметром, тоже не пойдет, слишком длинная. Чтобы использовать иголку, надо либо специальные такие есть иголочки, короткими носиками, толстенькие, для таких именно делов, либо вот обрезанная иголочка, вот такая вот, я ее надфилем отрезал, да, через нее идет, потихонечку идет, удобно делать. Можно даже ремонтировать печатные платы или что-то такое. Изначально эта паста предназначена, да, для ремонта печатных плат, то есть трещина на печатной плате. Мы зачищаем это место до металла, делаем дорожку, поправляем этой пастой. Она высыхает, как заявлено там в течение часа, но можно феном. Феном хорошо, я поддерживаю. Ну да, желательно, чем дольше сохнет, тем лучше. Пока она свежая, то есть вы нанесли, у нее практически даже момы, я проверял момами, даже комами, нет связи, никакого сопротивления. А когда высыхает, она становится, ну как, плотнее, становится, ну вот высушенный кусочек. Она не крошится, ну как сказать, эластичная, и назвать тоже нельзя, но не крошится. Что-то наподобие, как вот термопасту меняют в компьютерах, но не крошится, она просто примерно такой жестковатой становится. Вот, говорю, феном хорошо, делаешь, она высыхает. Проверяем проводники, сейчас давайте проверим. У меня здесь есть такая наготове. Вот, если взять один сантиметр такой дорожки, то примерно, если вот на прозвон, вот так вот примерно. Ну тоже там, зависит от толщины дорожки, от того, насколько высушенная дорожка. Опять-таки скажу, что дорожка, если, ну, сырая дорожка, то есть только что намазанная клей-паста, вообще не имеет проводимости. Вот, буду делать на примере лампу Космос. Вот так они выглядят. Если здесь взять и зад плафон, немножко попытаться так же шатать и шатать, то плафон у нас открывается. Сделан он как на автомобильном герметике. Автомобильный герметик, похоже, очень. Потом, скорее всего, можно так же его на место посадить после ремонта. Ну, или каким-то другим там клеящим вариантом. Оно даже так хорошо держится. Если так поставить, то, в принципе, и не падает. Ну, ладно. Теперь лампы выглядят примерно вот так. Ну, немножко бывает разница по разному количеству стадиодов. Поэтому стадиоды, в основном, я уже несколько раз сталкивался, на вид они одинаковые, но по напряжению работы разные. Бывает и 7, и 8. То есть, ну, 7, и 8 вольт, там, допустим. Вот эти работают где-то 17. Я точно не знаю их рабочий режим. Но при 17 подключаешь сюда 17 вольт, они работают в этих Космос. Загорается тогда лампочка. То есть, 12 вольт уже не будет она светиться. Специально впаял сюда неисправную. Это я паяльником простым. Не феном, а паяльником пропаял. Да, это очень трудно, скажем так, если не иметь хорошего паяльника и опыта, то проблематично поменять светодиодик паяльником. Поэтому вот термопаста отличный вариант. Как определить, какой? Если лампа вышла из строя, где-то процентов 90, что это неисправно какой-то светодиод перегорел. Один. Жалко выкидывать такую лампу из одного светодиода. Вот, перегоревший, обычно у них точечка. Либо он меняет цвет. То есть, ну, в отличие от других, поменяет цвет. Вот если уже нет ни точки, ни на вид, ни определить, тогда придется подавать напряжение и проверять напряжение. Определяется здесь плюс-минус у них, здесь один краешек скошенный, прям чуть-чуть такой, едва заметный. Это у нас скошенный кончик минус. Так, сейчас определюсь, подождите секундочку, чтобы уже не ошибиться сказать. Да, скошенный кончик – это минус. Плоский, ровный – это плюс. По крайней мере, по распиновке здесь, по этой. Где взять такие светодиодики? Конечно, желательно, если у вас, допустим, первая лампочка такая перегорела, не просто выкидывать, а разобрать и снять платформу. Что можно сделать с первой лампочкой, которая сломается? Ну, просто-напросто можно взять и перемкнуть этой токопроводящей клейпастой, перемкнуть вот этих контактов. Между собой два контакта, здесь обрыв. И тогда остальные заработают, а именно это работать не будет. Да, немножко повысится нагрузка на эти, но она будет работать лампой. По крайней мере, можно так сделать первый раз. Я уже делал уже не раз отверточкой, просто с носика шприца вот так вот разматывал, а иголочку сделал вот первый раз себе такую. Сейчас попробую такой иголочкой, как у меня получится так. Намажу здесь, то есть этот контакт, и этот контакт, чтобы он попал туда. Первый раз неаккуратненько, конечно, у меня. Ну, ладно, что. Заглядывать никто не будет. Ну, всё. Вот так вот, хотя бы так. Пускай будет так, скажем так. Да, неаккуратно. Ну, просто я ещё снимаю, поэтому. То есть мы перемкнули, закоротили, без паяльника. Мы не паяли, а просто намазали пасту. Всё, сейчас можно дать ей высохнуть просто на воздухе, но это будет написано час, я думаю, желательно дольше. Ну, или таким не горячим воздухом. Не феном, как паять, чтобы, ну, так вот, температура, как, скажем так, тёплым воздухом. Пускай будет так, скажем. Высушу и проверим лампу. Ну, примерно вот так вот у меня выглядит эта намазанная паста. Она, значит, не до конца даже подсохла, мажется вот, но уже подсохла. Надо, чтобы прямо хорошо высыхало, тогда у неё проводимость хорошая. Но лампочка греется. Температура, я так понял, нагрева лампочки не боится, потому что работают они нормально, без проблем. Вот, допустим, я ставлю полофончик, закрываю. Всё, включаю, лампочка исправна. Исправна насколько? Один светодиод не работает, остальные работают. Вот сейчас посмотрим, давайте. Перевёл фотоаппарат в режим снег, чтобы было нормально. Лампу накрыл несколькими слоями бумаги, потому что, ну, чтобы не засвечивало. Ну, вот, хорошо видно. Вот светодиоды все рабочие, а вот этот промежуток, вот он, где нет светодиодов. Ну, конечно, такой вариант с закороченным одним светодиодом и повышением нагрузки на остальные не совсем правильный, скажем так, даже, скажем так, вообще неправильный. Но экстренный, скажем, работать будет, лампочка поработает, конечно, быстрее перегорит какой-то другой. Где брать для замены светодиоды именно под ваши лампы? Ну, какую-то лампу, как я уже говорил, желательно было бы или заказывать их на Алиэкспресс, но надо точно знать, какие у вас стоят. Либо одну лампу, точно такую же, пускать на органы, скажем так. Я, конечно, спаивал легко феном. У меня есть фен для этого. Ну, всё есть. Ну, давайте попробуем, как можно в домашних условиях просто эти светодиоды скинуть без проблем. Сейчас попробуем. Ну, конечно, можно сделать его таким феном, ну, как строительный называется. И можно сделать площадка здесь алюминиевая, ну, или металлическая. нагреваем просто, я имею в виду как просто, вот уже в такой ситуации, когда нет, у меня есть и паяльные станции, и фен такой, но вот просто вот представим, что нет. То есть, как я и говорил, без паяльных станций, ремонт без всего. Просто нагреваем площадку. Ну, они разные, но суть у них почти у всех одна. Не знаю, сколько держать. Все, вон посыпались они. Ой-то, полетели. Ну, вот так вот. Ну, я неаккурат немножко, просто потому что снимаю одной рукой, неудобно. Ну, а так вообще, вот, светодиодики слетевшие, просто скинули мы их, щелкнули, скинули. Да, отлетела вот эта вот запчасть там, электронная. Ну, и ладно, мы все равно на разбор. Просто нагрели газом. Все они, площадочки целые, можно восстанавливать. Следующие лампы. Вот вариант более правильный. Это, допустим, вот у нас светодиоды на запас есть. Смотрим скос здесь вот на этих, с одного края скошено. Также должны мы поставить сверху, который будем ставить, скошенным краем к скошенному. Можно сделать, конечно, и вот так, то есть прямо с тюбика, мязюкнуть, скажем так. Ну, так грубовато. Ну, как грубовато. Работает, но можно, конечно, и как-то я иголочкой сейчас попробую первый раз. Извиняюсь за ожидание. Иголочки сейчас сделаю так. Вот так вот делаем. Так. Здесь я немножко хочу сделать, как бы, чтобы приклеить ее более... Она и так держаться будет, но немножко ее, как бы, подмазать. Более слоем таким, чтобы держалась уже крепко. Насколько хватит такой пасты, ремонтов таких? Ну, от того, как зависит, как вы будете делать. Я имею в виду толщину, аккуратность. Ну, думаю, в среднем на 10-15 точно должно хватать. Я не мерил, но на 10-15, думаю, будет хватать. Вот готово. Все. Это вариант уже более правильный. Да, они стоят специально на радиаторе, чтобы был теплоотвод. Но, насколько я понял, уже по эксплуатации этот токопроводящий клей-паста также служит, как радиатор. То есть, передает... Там передается через нижний, немножко, конечно, а передается теплоотдачный, А вот через эту саму пасту работает. Так что, через пасту, наверное, передается, хорошая теплоотдача идет. Так что, потому что работает. Ладно, сушим, проверяем. Вот так вот выглядит сверху наложенная лампа. Эти лапы служат также радиаторами. Ну вот, все. Лампочка отремонтирована при помощи вот этой замечательной пасты, которая способна ремонтировать и печатной платой, и там, где на каком-нибудь пластмассе, где паять нельзя. Можно соединить что-то достаточно эластичное, но не сказать, что прям как резиновое, но есть у нее запас по гибкости чуть-чуть небольшой. Все, лампочка работает. То есть, горят сейчас все светодиоды. Не то, что один не работает, а все горят, все светодиоды горят, все хорошо, проверено работает все. Чем хороши светодиоды? Да, можно даже вот так вот для творчества, не паяя ничего, ремонтировать, продлевать им жизнь, неизвестно сколько, я даже не знаю, насколько можно так продлевать им жизнь. В отличие вот от таких вот ртутных, так называемых энергосберегающих лампочках, там ртуть, их запрещено выбрасывать мусорное ведро, если не ошибаюсь, за это огромные штрафы. Экология, их надо сдавать в специальные пункты приема. При выборе советую выбирать светодиод. Пора отказываться полностью от таких лампочек. Земля у нас одна, светодиоды можно восстанавливать, по цене такие же, экономит еще лучше, скажем так даже. Так что покупайте светодиодные лампы. Может быть кому-то всем поможет. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok